Чтобы чувствовать себя счастливым, тебе постоянно надо держать себя под контролем, манипулировать, провоцировать. И это то, что тебя радует. Всем привет! Вы в школе эмоционального интеллекта и психотерапии, канал Невроза Мегаполиса. Мы продолжаем разбирать сериалы, и сегодня мы говорим о первом сезоне, шестая серия сериала Триггер. Меня зовут Алексей Красиков, я основатель школы эмоционального интеллекта и психотерапии и практик по терапии тревожно-фобических расстройств в течение последних 15 лет. Давайте устраиваться поудобнее, сегодня мы говорим о шестой серии. Мы уже с вами разбирали в одной из предыдущих серий, где молодой человек причиняет себе вред степлером. Посмотрите этот разбор, и вы поймёте, к чему шестая серия. Действительно, когда люди испытывают определённые душевные переживания, страдания, какие-то сложности, они переключаются на физическую или психическую боль. Проще говоря, так рождается мазохизм. Но в нашей серии показан интересный кейс. И ещё раз спасибо большое режиссёру и сценаристам за очень интересные и грамотные, на мой взгляд, проработки. Мы видим с вами мужчину, который начинает постоянно срываться на своих подчинённых и даже доводит их до драки. Наш главный герой, психолог, думает, что этот человек, главный наш пациент, так сказать, провоцирует людей, чтобы причинить себе боль просто так. Ну вот хочется ему подраться. Но на самом деле очень скоро понимает, что это не просто драка и не просто провокация, или не просто унижение, потому что, знаете, есть такие начальники, которые любят унижать своих подчинённых. Это вовсе не про унижение. Это про какую-то провокацию на драку. И Артём пытается понять, мазохист ли этот человек, или там стоит какая-то другая история. Он устраивает на работу своего помощника, и тот говорит, что действительно он буквально нарывается на конфликт. Из чего можно сделать вывод, что на самом деле это не мазохист. И Артём делает первое провокационное упражнение. Это он сам вступает в драку с начальником в туалете, как вы помните. И здесь очень важно понимать, что это не мазохистическая история. Это не просто ударь меня по лицу, унись меня, давай подерёмся, причинию не боль. Вовсе нет. Артём это прекрасно видит и начинает выстраивать гипотезу. И, в общем-то, опять своими детективными способностями выясняет очень необычную историю через своих знакомых в полиции, как я понимаю, что у этого начальника несколько лет назад погибли сотрудники, которых он повёл в горы. И вот это чувство вины, чувство долга, чувство ответственности, которое переполняет обычно после подобных происшествий, нам и показывают в этой шестой серии. Молодой человек так сильно переживал, что он не смог их спасти, что он пригласил их на это мероприятие, и случился несчастный случай, там сошла лавина на лагерь, в котором они отдыхали, а он выжил, а остальные, как я понимаю, погибли. И он никак не может себе этого простить. И таким образом, очень странным психологическим механизмом, как бы наказывает самого себя. То есть те сотрудники, с которыми он ссорится и доводит их до драки, это фактически метафора, чтобы те самые погибшие наказали его, и он сам себя наказывает. И злится он на самого себя, а вовсе не на персонал. И вот пока он не осознавал то, что он злится на самого себя, и то, что он наказывает таким образом чужими руками фактически себя за то, что произошло, то это нельзя устранить. Во-вторых, сама по себе проработка подобных расстроек заключается в проживании этих эмоций. И вот нам опять же режиссёр очень хорошо показывает по киношному, срежиссированная история подставы в конце самого с тросом и альпинистом. Но именно вот этот эмоциональный эффект, именно вот это проживание эмоционального состояния и даёт людям такое полное осознание, что на самом деле проблема заключается совершенно в другом. И ему нужно отпустить эту историю. И вот здесь, конечно, уже ставится небольшая пауза, потому что осознать это, понять, что его поведение связано с этими ситуациями и обстоятельствами прошлого – это одно. А вот дальше отпустить, простить и жить дальше – это уже очень технический, очень важный вопрос. То же самое касается Леры, как вы помните. Понять, что ты держишь одежду, понять ответственность перед будущим, отпустить, сжечь одежду, выкинуть, начать жить заново, пустить в свою жизнь новых людей. Это всё правильно, это всё здорово. Но вот технически прийти философски к тому, чтобы жить дальше и чтобы отпустить – это уже искусство философии, искусство диспутирования. И вот здесь как раз-таки нельзя научить людей в кабинете психотерапевтов, как правильно говорить с людьми, чтобы они кого-то отпустили. Предположим, вы начинающий психолог и психотерапевт, и к вам пришла женщина, которая потеряла ребёнка. Не будет никогда какой-то инструкции, какой-то прикладной технологии для того, чтобы вам прописать вопросы, которые надо задать, чтобы она отпустила ситуацию, но начала жить дальше. Такого технически сделать невозможно. Поэтому в шестой серии показана очень хорошо связь поведения агрессивного и провокационного с событиями в прошлом. Там ещё на самом деле можно было показать некоторые аспекты детства этого самого начальника, потому что не каждый начальник выйдет в такую проблему, если у него случится такая проблема и такой несчастный случай. Наверняка в детстве были какие-то особенности, и именно чувство ответственности, чувство вины, чувство долга ему были привиты каким-то образом с детства, может быть, он даже об этом не понимает, и поэтому для него ситуация-то случилась настолько психологически непростой, которую он замуровал в себе, и потом психика начала пытаться от этого избавиться в виде такого странного социального поведения. Надеюсь, вам понравилось. Напишите комментарий. Ваш Алексей Крайсиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии, канал Невроза Мегаполиса. До встречи!